здравствуйте дорогие друзья вы смотрите новый выпуск программы один из нас и сегодня наш герой борис сазонов генеральный директор компании дом здоровья в гостях у которой мы прямо сейчас и находимся на привет вам из нашего центра который находится в микрорайоне и норс рекламы давать не будем где находится потому что ему позвонил в норсе ты уже я адрес не сказал хорошо у тебя на странице в инстаграме написано тот самый борис сазонов все правильно для чего это конкретизирующая связка что то что люди некоторые путают с кем-то или ты решил чтобы это вместо галочки дополнительно во-первых очень интересный у вас вопрос сергей спаси большой дачили путают вот особенно с короткой прической как думаешь с кем из голливудских актеров ну не знаю стейтен все правильно вот поэтому там написать надо было написать не стеткам а борис не на самом деле борисов много но в уфе он один такой поэтому вот именно уточнение да какой борис тот самый не у меня на секунду кстати есть еще ассоциация с каким-то актером знаешь где-то не на поверхности я возможно по ходу нашего разговора если вспомню я тебе обязательно такое ассоциацию по заковыристи и скажу потому что кто смотрит пусть в комментариях напишут на кого они будут быстрее чем ты ну возможно но вообще знаешь это такой тоже стереотип через человек с короткой стрижкой сразу стоит он не обязательно может можно раскачаться и и быть скалой например да или раньше всегда кстати говорили борис улес до какого момента может быть ну ладно так ладно вы приехали к нам в гости с какими-то интересными вопросами я знаю вас канал популярный рассказывает про предпринимателей до нашего города том числе и всегда хочется вначале дать небольшую биографическую справку какие у тебя были интересы в детстве например и было ли в этом что-то уже как бы предрекающее собственное дело ухты хороших тебя вопрос интересы в детстве это чтение книг было изучение нового и вот я сейчас проводя параллели на предпринимательство а у нас собственно говоря наша жизнь жизнь малого бизнеса и связано постоянно с изучением нового придумывание чего-то то наверное все кстати в детстве заложилось это книги приключенческие в том числе фантастические наверное оттуда все и пошло на какая любимая фантастика было это гарри гаррисон стальная крыса цикл классика научной фантастики а была мечта там стать кем-то романтическая профессия будешь смеяться у меня мечта была стать дворником гуляет много на улице смотри да гуляет много на улице помогает людям чистить снег с ним все здороваются ему по кайфу вот он с утра дорожки почистил и вот люди то я живу в девятиэтажке такой длинный вот из 4 подъезд пока до 1 дойдешь там вот почищенные дорожки здорово все здоровы с тобой говорят спасибо поэтому сейчас копнув глубже это же помогать людям и чтобы люди тебе были благодарны и вот эти потищенные дорожки джк как образ пользы который ты вот реально людям принес вот их видно можно по результат сразу и знаешь когда у меня это мечта рассыпалась когда когда начал жить в своем доме и прошел первый снегопад и когда вот свой дом уже почистил я сказал не не нафиг куплю снега отбрасывать до какого-то момента до того как пришлось чистить дорожку около своего дома это детская мечта все-таки еще было это думал почему бы и не конечно если деньги будут можно и дворным решим все финансовые вопросы первоочередные и пойдем помогать людям можно руками на кого учился первое образование у меня инженерная закончивается университет кафедра промышленной электроники инженер микроэлектронщик кстати самое интересное сейчас наша аудитория разная возрастная смотрит если есть студенты или недавно кто закончил вузы или есть школьники которые там сдали егэ и думают идти в вуз или пойти работать до какого-то момента я обесценивал высшее образование вот каюсь писал про это пост ну как я говорю а нафига я пять лет в университете хотя я больше гнарин гуманитарий еще и в техническом будь но так получилось я школу закончил 16 лет и там как родители решили мама да то есть вот туда идешь все туда и пошел хотя пять видов физики я офигел на самом деле сдавать учить и так далее то есть чуть не очислили то что по складу ума и больше вещь разговорного жанра гуманитарных наук но ну то есть истерии зачем еще и платно пять лет и лучше бы я сразу пошел работать или в армию сходил бы и так же но один умный дядька татарский еврей если ты нас смотришь ты знаешь о ком идет речь мне вправил мозги на место к маска уборе а ты вот сейчас какой ну то есть я им перечислил эти характеристики а как как ты этим человеком стал и вот как копнув глубже я понял что коммуникабельный упорный коммуникабельный упорный умеющий договариваться с людьми изучать материал очень быстро вникать во все это дело да то есть быстро находить контакт между людьми меня научил технический вуз у году всем привет за пять лет ты обладел навыками может я не стал микроэлектрончиками до сих пор не умею паять и проектировать чего-то да но я научился этим на которые сделали меня тем кто я есть и этому пять лет учили в техническом вузе поэтому когда вот у меня сыну сейчас 7 лет до 8 в этом году встает вопрос ну то есть отдавать его на высшее образование нет сейчас я голосую однозначно да именно в технический вуз пусть он не пойдет работать по специальности но может и пойдет с этим его личное дело она вот эти навыки в жизни очень пригодятся как у тебя сложилось с работой после окончания вуза я сейчас скажу если достать почитать мою трудовую книжку то она была открыта 18 лет первая работа была у меня официальная уже устроенную как раз воспитатель педагог на лето я там после второго третьего лагеря наверное в детском лагере березка конечно это сорокового завода большой такой комплекс у нас уфе крупнейший лагерь в свое время был то есть у меня полгода 500 же еще есть официально а вот следующая профессия была грузчиком но это опять же совмещая с очной учебы в авиационном потому что я учился на коммерческой основе степенью не платили денег в семье было мало соответственно работа я привык 14 лет за это спасибо большой папе который научил руками дать что-то делать и вторая специальность но не специальность работы грузчик потом продавец это в вечернее тире ночное время с утра учеба до часов четырех уроки поспать и на работу продукта 24 или киоск о это был такой супермаркет паттерсон один из самых богатых там потом он потом в перекрестке превратился но все время был до классный магазин такой подороже он был до класса повыше был единственный который работал в уфе в то время это именно 24 часа я работал с 9 вечера до девяти утра месяц один день я работал грузчиком с утра мне в ту же ночь сказали коллеги по цеху отчета пошел в грузчике тоже умный я сказал а что так можно было что ли есть еще кто-то здесь смысле у вас вакансия продавцы пошли и вот это видимо определила то есть я с утра уже сидел в отделе кадров и говорю о чем не скажешь у вас еще по вакансии продавца ты играть не спрашивал то есть это урок какой спрашивайте задавайте какие есть еще варианты вообще в этой жизни да то есть не обязательно идти вот по этой дорожке которого там друзья подсказали и соответственно продавец потом старший продавец потом исполняющий обязанности администратора то есть о господи слушай мне в 19 лет была смена 6 человек я был руководителем в 19 лет у меня была смена 6 человек там кассиры грузчик у меня был личный грузчик охранник еще был возможно тот грузчик кем вообще ты изначально кассиры и продавцы и магазин на 12 часов был мой с 9 вечера до 9 утра касса там задача подготовить зал к утру ну и не только магазин и все проблемы которые возникают ночью были мои изучив некоторые твои посты в инстаграме у тебя часто фигурирует что вот в 30 лет у меня случился какой-то переломный момент после которого я там решил какие-то вещи для себя поменять переосмыслить что это был за момент и почему именно в этом возрасте мне сейчас в этом году будет 37 лет почти 20 лет я работаю в продажах вот вот грузчик и пошли дальше уже официально продавец консультанты вот профессионально это пошло и время от времени у продавцов на есть такая штука эмоциональное выгорание то что ты работаешь с людьми ты вкладываешь душу до в эту работу и если ты умеешь перезагружаться рано или поздно может случиться нервный срыв какой-нибудь может быть кого-то в алкоголь несет кого-то несет в барагоз какой-то кто-то в депрессию впадает то есть у всех людей это проявляется по-разному соответственно я дошел до той точки когда уже выгорел эмоционально хотя при этом я работаю уже региональным директором ведущей швейцарской американской компании должность на которой там свое время человек 12 по-моему претендовала то есть но снаружи все красиво машина дом достраивается жена красавица там работа в крутой компании сын растет а внутри пустота ты понял что этот путь уже прошел что ты не на своем месте наверное вот вот этот конфликт личности случился но как бы всем рекомендую мне помог психолог потому что сам я это разрулить не мог за там буквально три-четыре часа сессии терапия перезагрузился и вдохнули в меня новую жизнь вот давайте таким языком скажем это сложно объяснить но кто в теме понимает о чем то есть надо психотерапия это определенно добро панацея и лечение для тех кто чувствует себя не на своем месте или чувствует себя несчастным как белка в колесе все время крутится надо время от времени надо остановиться тормознуть задать там либо сама коучингом да либо сходить к психологу психотерапевту коучу и сказать давай разберемся где сейчас нахожусь и куда я нафиг иду вот я когда понял что я уже вот крайне там год наверное иду вообще не туда и что я да на крутой работе до зарплаты да но я как личность деградирую я понял что ну я встал написал заявление и ушел просто в не в никуда ушел причем меня друзья вот ну то окружение которое было на тот момент меня нифига не поняли потому что борь как так ну все же круто а чё-то 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 тебе надо то еще поддержала только супруга которая была в курсе всей этой темы сказал да окей давай там найдем и работу и бизнес и так далее вот кстати тогда я в предпринимательство и пошел у меня знаешь какой гешталь появился но такой незакрытая тема а я за два года там или два чем-то года работы на этой должности классный мне как раз лет 30 до и было я и деградировал я не причитал ни на одной новой книги но в плане развития да там когда интересно литература не выучил ни один новый язык мало путешествовал мало знакомился с людьми вне работы то есть меня вот ну четко вот был вектор на работу и я понял что очень ну как время проходит а я не меняюсь а если стоишь на месте не развиваешься ты умираешь потихоньку дом здоровья как появился этот бизнес в твоей жизни и как как это работает эта франшиза всероссийская и то есть там где она началась и когда она появилась твоей жизни у вас уж давайте расскажу мы как знали ваш вопрос подготовили слайд посмотрим на презентацию но немножко отмотаем назад это то к чему пришли сейчас появилась в 2017 году когда один из моих знакомых собор ты сейчас чем занят а я на тот момент был в каком-то бизнес то есть дом здоровья это не первый бизнес проект но первый финансово успешный в том числе где реализовали все что я хотел поэтому кто из вас вот наш канал про предпринимателей кто из вас начинающий предприниматель там думает об открытии бизнеса или в первом своем бизнесе уже что-то пытается сделать и у него не получается ребят это нормально есть статистика против который который играет против нас далеко не первый бизнес у вас станет успешным если вы работаете в плюс хоть небольшое вы уже обогнали по статистике массу других предпринимателей которые к сожалению эту черту еще не дошли если вы работаете больше года вы вообще в плюсе да еще и не закрылись то есть это тоже круто будут у вас там те деньги которые вы хотите или нет это уже дело но я так понимаю на тем тоже еще если вопросы мы поговорим по ходу нашей передачи дом здоровья появился моей жизни 2017 году когда один мой знакомый сказал бар ты чем сейчас занимаешься я говорю я вот там ты там-то занято он говорит а хочешь это людям помогать и деньги заработать очень кручен от делать вот я сейчас с москвы взял дилерство на регион открыл первый центр дом здоровья в шестнадцатом году в уфе именно потому что по факту мало сейчас в двадцать первом году 10 лет будет компании как таковы и на данный момент 65 даже по 67 центров по всей россии в 39 городах тогда он первый привез сюда в уфу то есть он поработал в москве взял регион приехал открыл первый центр там он работал с женой потом они открыли второй жену надо было отправлять декрет он понял что не вытянут и он начал искать партнеров которые помогут ему дальше развивать эту тему у меня сразу позвал на партнерство говорит вот так ты работаем есть желание третий центр открывать 4 5 и так далее мне эта тема очень понравилась потому что ну во первых мы продаем массажное оборудование обучаем людей им пользоваться чтобы люди занимались дома становились здоровее так чтобы спина не болел колени не болели сон был хороший никакого стресса не было и вот всей семьей как в санатории только дома сейчас это очень все доступно по деньгам раньше стоило космических денег сейчас вполне доступно даже среднестатистической семье соответственно мне эта тема очень понравилась я массаж люблю массаж могу любому человеку объяснить что это такое тем более есть возможность это дело попробовать увидел что в принципе помогая людям здесь есть хорошие деньги и остался работать сначала как наемный они сначала как стажер у нас все как бы по блату тут не берут то есть если вдруг кто хочет прийти к нам работать этот даже если вы от сережи придете нет еще раз черт никаких бонусов пытался пробить что-то для знакомых нет то есть ты выходишь стажером ты много изучаешь про восточное да какие-то практики про массаж тепло вытяжки и так далее сдаешь стажировку попадая штат дальше все зависит только от тебя потому что нам здорово сейчас мы про то же поговорим это некий социальный лифт который реально работает и каждому человеку дает большие возможности плане роста как себя как личности и себя как предпринимателем нет все дело понравилось я поработал стажером консультантом стал руководителем одного из центров показал хороший результат скопил денег и открыли то есть тогда было два центра 3 в черниковке в восемнадцатом году получается в девятнадцатом году мы открыли центр в котором мы находимся в инорсе в прошлом году открылся еще один центр в зеленой рощи то есть сейчас что имеем пять центров уфе часть из которых принадлежит мне центр в стиральтомаке центр в оренбурге которые открыли уже наши партнеры которые пришли вот но в свое время как я ничего не знаю не умею всему здесь научились скинули с деньгами поехали в другой город работают зарабатывают платят налоги дают работу другим а платится то есть первоначальной компании тем кто первыми открылся платится какой-то роялти вот здесь самое знаешь потому что франшизы бывают разные да то есть где-то надо паушальный взнос платить где-то роялти каждый месяц мне чем франшиза дом здоровья понравилось и у нас сейчас на самом деле да вот ребят с точки зрения бизнеса если вам будет интересно там я не знаю как то найдите меня от тот самый борис в инстаграме наберите я вам ссылочку прикрепил я вам на цифрах все пояснил нет ни по ушалки нет ни роялти по сути ты большой отдел продаж московская партнеры москвы берут на себя разработку нового оборудования сертификацию доставку логистику бухгалтерию чего еще там юридическое сопровождение айти сопровождение ну то есть приложение сайт и так далее твое дело работать вот ну все это дело взять по нашим правилам научиться работать и работать в своих регионах любой город с населением 60 тысяч и больше подходит под нашу концепцию роялти нет паушалки нет но ты по правилам франшизы не имеешь права продавать что-то еще вот есть магазин в котором мы сейчас находимся вот есть оборудование дом здоровья да на каждой коробке свой логотип пожалуйста работой смотри ну то есть получается это не агрегатор разных каких-то популярных тренажеров это все фирменные вещи именно дом здоровья то есть есть еще отдел я не знаю или там партнер департамент да департамент который занимает мне просто интересно как часто в мире массажеров то есть происходит что-то новое и как изобретательская деятельность в москве в центральном офисе компании есть специальный отдел который занимается развитием новой техники то есть до пандемии это было вообще очень часто по миру различные выставки медицинские да и около медицинские да то есть на заводы люди выезжали а основными производителями из китая и индия смотрели новинки брали на тесты потому что но есть откровенно грубо говоря там на алиэкспресс зайдете там есть откровенно за копейки откровенная фигня которая у тебя там но поиграешься неделю и выкинешь то есть лучше еще люди боятся что когда это с ними соприкасается с током бьет током ну как бы есть откровенный ну как и в любой наверное сфере да если крайне дешевые вещи которые ну блин ты своей маме даже такой не купишь да зачем есть средне ценовой диапазон где сочетается качество и цена да то есть и гарантия самое главное да то есть дом здоровья есть откровенно но не будем говорить компании вы знаете в торговых центрах вы наверное видели там какой-то космический ценник но наверное потому что там очень большой маркетинговый бюджет хотя по наполняемости внутри вот именно с технической то есть серия как технария могу объяснить там все тоже самое у нас есть специальный отдел который ездит также на заводы в этом году точно одна новинка появится даже может быть в конце года успеет вторую вещь еще запустить час их двадцать четыре вида массажа оборудования дай массажном будет двадцать шесть и соответственно один из плюсов еще компании вот ну мы как официальный дилер получать дистрибьютор да это такое слово есть если завод-производитель есть наша торговая марка есть сертификаты на оборудование ты его в другом месте не купишь но это как mercedes купить да куда ты пойдешь марседес в автосалон mercedes спросишь у вас там если дилерство да вдруг что случится даст машины чинить будете не будете гарантия распространяется не распространяется у нас вот все это распространяется у вас здесь не знаю в кадр попадает или нет помимо того что там обучаем пользоваться бесплатно привозим показываем учим и так далее там есть пункт 3 снизу бесплатное пожизненное гарантийное обслуживание вернее так поправлюсь бесплатное пожизненное сервисное обслуживание гарантии потому что заводская год или три в зависимости что за прибор да и пожизненный сервис ну не дай бог у тебя через пять лет что-то сломается, ты придешь, или позвонишь, если что-то большое, мы сами приедем, отправим в сервисную службу, которая есть в Уфе, то есть в Москву не надо ничего отправить, здесь на месте все. Тебе заменят какую-то детальку, ты заплатишь только за детальку. Работу мастера, выезды. Ну, короче, не надо новый покупать. Не надо новый покупать, потому что это оборудование, еще раз говорю, если берется, то берется на много лет вперед для всей семьи, в хвост и в гриву, чтобы его эксплуатировали. Кстати, если бы оборудование было не очень по качеству, мы бы устали его ремонтировать. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы каждую партию товара, отправляемую нам, контролировать на выходе с производственной линии, чтобы оно было не только красивым, оно еще технически было правильным. И чтобы работал годами. За это все специальные люди отвечают. Чем ты пользуешься сам из продукции? Ух ты, ну, сейчас фотографии листать не будем, они там ВКонтакте подгружены. Мне нравится безумно массажная накидка. Там, и я вам потом в конце передачи сейчас будет возможность вас туда посажу, и вы все поймете. Сходим и посмотрим, да. Четыре, вот ты сидишь, балдеешь в кресле, при этом она не кресло массажное, здоровое, которое там фиг подвинешь или перевезешь с места на место, да, и много места занимает. Она легкая, мобильная. Четыре массажа. Шея, грудной отдел позвоночника, поясницы. И самый деликатный массаж, это, конечно, ягодицы. Очень важно мальчикам и девочкам, чтобы кровоток в органах малого таза был хороший, чтобы у мужчины работало по мужской части все, а у женщин по-женски. Вот. И ножной массажер. Он называется Paradise, с английского переводится как рай. Вот ты в него садишься, и 15 минут ты в раю, тебя никто не трогает. Хочешь продлить рай, жми еще раз кнопку, и еще 15 минут в раю. Я бегом занимаюсь, у меня после тренировок мышцы забиваются, на массажер, и спать с утра, как огурчик. Ну, это прям такое хорошее здоровое сочетание получается. Извините, если бы это не помогало, я бы этим не занимался. У меня есть, ну, немножко пунктики такие, личностные, наверное, я не могу продавать то, что не работает, то, что вредит людям. Ну, и серии наркотики, оружие, там, алкоголь, сигареты и прочие вещи, да. То есть вот то, что помогает, то, чем сам пользуется, то, что, ну, критерий такой, ты бы маме посоветовал это купить. Вот у моей мамы все это тоже есть. Ты сказал, не ломается, и появляются ли люди, которые говорят, ой, не работает, или ой, я себя, не работает, ладно. Плохо себя начал чувствовать, мне, мол, может быть, это нельзя, или оно там как-то не так работает. Есть в этой сфере какой-нибудь потребительский экстремизм или что-то такое? Ну, смотри, клиенты, посетители бывают разные, да, то есть кто-то знает такие приборы, там, в санатории где-то видел, может, на демонстрации еще где-то было, да, мы же работаем как демонстрационный центр, то есть мы перед приобретением оборудования всем людям даем возможность на себе попробовать. И вот говорим, если вам понравилось, если у вас есть результат, вы довольны, вот тогда мы говорим уже брать-не брать, да, то есть, ну, вы можете уже тогда принимать решение. А вот с бухтой-барахтой в первый день, вот, Сереж, на твоем даже примере, сейчас ты попробуешь наш новый массажер, ты в нем влюбишься, но я тебе его сегодня не продам. У нас правило есть, ну, чтобы ты переспал с этой мыслью, да, все-таки не 3 копейки потратить, хоть и доступная оборудование, но все-таки этот, извините, сейчас время такое тяжелое, да, кризисное. Все это дело попробовал, может быть, тебе надо жену привезти, да, то есть, там, я не знаю, родные их привезти, у нас тут семьями люди приходят. Защитить покупку. Что такое защитить покупку? Ну, как диплом защищают, а это нас защитить покупку. Перед женой, например, или еще перед кем-то. Ну, все правильно, потому что моя задача не продать оборудование, это вам любой наш сотрудник скажет, у нас задача, чтобы тебе с помощью этого оборудования стало легче. Тогда, ну, здесь есть корыстный интерес, я вам скажу, тогда вы будете довольным клиентом, а по статистике у нас довольный клиент, это сколько еще новых клиентов? Не знаю, 10, 20. Ну, 2-3, это точно, ты там друзьям же расскажешь. Ну, на примере машины все просто объяснить, да, то есть машина хорошая, берется в семью, правильно? Ну, как правило, да, то есть берется жена, теща с собой, дети там все едут в ней, тестируют и так далее, и там все одобряем, одобряем, все, берем. И она тогда точно в семье будет несколько лет эксплуатироваться, и все будут счастливы, да, потому что все участвовали в выборе. И самое главное пользоваться ей будет. С оборудованием массажем все то же самое. Ну что, Сергей, вот, как говорится, от слов к делу, да, я говорю, у меня есть любимое оборудование. Я два сразу сейчас испытываю, да, на себе. Вот их, да, вот это вот ножной массажер в парадайз третьего последнего поколения, самый современный. Сидишь ты в массажной накидке. Сидишь, ну, я понимаю, что как бы некомфортно, но тут на тебя съемочная группа смотрят. Нет, не нормально, но другое дело, если бы я сидел только с ногами, это было бы исключительно расслабляющее мероприятие, а у меня, видимо, плечи забиты, и я так это... А за рулем, наверное, часто мотаешься? Нет, я вообще машину не вожу. Тоже хорошо. Я к чему? Вот сейчас представь, что ты дома, смотришь телевизор там, допустим, общаешься в телефоне, а тобой занимается пять массажистов. Пять массажисток, давай, в твоем случае, да, то есть они все высокие, длинноногие, смугленькие, все как ты любишь. Одна массирует тебе пешейный отдел, твой самый заметный, вторая массирует как раз грудной отдел, то, что между лопатками, самая непроработанная зона, ну, руки туда не доходят у людей обычно, поясница и самый деликатный массаж, ягодички, да, наши. И пятая массажистка, массирует тебе ноги, массаж шрацу, это вот та самая знаменитая методика, самая дорогущая вообще, да, считается, но в этом приборе она есть. Все. И под любые ноги настраиваешься. Сколько по времени, то есть... А тут этот прибор по умолчанию 15 минут работает, можешь продлить удовольствие, это как договоримся, ну, в том плане, чтобы продлевать будете, еще там на 15 минут тебе зарядят. Нет, ну, дома я купил, сколько мне оптимально надо по времени. Вот пока ты молодой, и у тебя времени особо на себя нет, но чтобы проблем не накапливались, 15 минут посидел с утра, 15 минут вечером, этого достаточно. Если есть время там на выходных, или реально вот что-то тяжелое, таскал, там болит, посиди еще 15 минут, то есть получасовой массаж сделай. Понятно, что прям вот классического массажиста хорошего это не заменит, потому что он там и точки лучше проработает, но именно для профилактики каждый день, потому что, ну, согласитесь, ты же каждый день спину напрягаешь, каждый день на ногах ходишь. Тебе, соответственно, массаж нужен как часто? Каждый день. Ну, пожалуйста. Сколько стоит? Стоит как минимум попробовать пару раз, чтобы понять, ну, надо оно тебе или нет. А там уже договоримся, вдруг ты захочешь еще что-то взять, мы тебе и подарок организуем. То есть, если, как говорится, вы из категории льготников, да, еще, или там берете несколько приборов, мы уже там можем вам и небольшими платежами все это дело оформить. Дешевле, чем массаж, это однозначно. В общем, не так, что прям как в магазине, вот столько или платишь, или нет. Нет, нет. То есть, есть какая-то гибкая система. Стараемся индивидуально подходить каждому клиенту, потому что, еще раз говорю, кто-то семьей приходит, да, то есть, мы понимаем, что вся семья будет пользоваться. Кто-то один красивый пришел, говорит, все, мама, заворачивай, давай, буду брать. Что-то по тебе сейчас непонятно. Причами мне явно надо заняться, потому что, в целом, я чувствую, что здорово, и чувствовать я себя буду лучше. Вот, но комплексно, оно, конечно, действует интересно. Конечно. А еще воду, представляешь, пьешь. Это вот самая современная линейка, она в таком черном, да, цвете Black Edition выполнена. Сюда вот генератор водорода еще тебе. Ну, колени у тебя, наверное, не актуально, они болятся сейчас. Ну, вроде нет. Я похудел чуть-чуть, поэтому с коленями полегче стало. Это отдельная тема нашей передачи уже будет. Следующая, видимо, как Сереже стать стройняшкой. Да. По поводу франшизы и как легко, то есть, войти в эту сеть и стать частью вот этого бизнеса, где не надо платить роялти. Как это работает и нужен ли какой-то опыт для человека, который хочет попробовать? До прошлого года компания развивалась только на собственных ресурсах, исходя, ну, вот, как я уже говорил, к нам приходили люди, кто-то с опытом, кто-то без. Мы их обучали всему в плане работы. Если они хотели, они открывали свои магазины там в соседних районах, в соседних городах и так далее. С прошлого года компания вышла, грубо говоря, на рынок франшиз. То есть, любой человек может сейчас позвонить в Москву или мне, там, я вас сконтачу, узнать, есть ли их там свободный город или регион еще и, соответственно, стать нашим партнером. То есть, ну, лучше звонить мне, я вам по-простому это объясню, куда, этот, звонить, стучаться и куда лучше сфокусировать ваши желания, внимание и все прочее. Поэтому достаточно, ну, то есть, как бы, если у тебя есть две руки, две ноги, голова на плечах, ну, как бы, и желание помогать людям работать честно, платить все налоги и развиваться, ну, велкам. Кто аудитория людей, которые приходят и хотят попробовать? Мне кажется, есть такое, что человек приходит и говорит, дом здоровья, здесь, наверное, можно какие-то процедуры делать, ну, то есть, не обязательно покупать. Ну, нужно... Может, пожилые люди, которые приходят и говорят, а можно прийти-то, как бы, массаж делать, мне покупать не обязательно, мне бы, в принципе, на месте. А мы работаем, ну, то есть, работа компании предполагает следующий, там, план, график, как хотите, да. Во-первых, процедуры здесь никаких не приводится, мы же не медицинское какое-то учреждение, да, мы салон-магазин по продаже массажного оборудования. А демонстрация, да, пожалуйста, демонстрация плюс консультация, мы вам все это дело расскажем, что, как работает, покажем, вы на себе попробуйте. Кому-то надо походить несколько дней, чтобы принять решение, увидеть какой-то результат. Кто-то, как я уже говорил ранее, знаком с такими вещами, ему надо, о, новая модель ножного массажа, а у меня старый есть, а можно по трейдину сдать, там, старый сдать, на новую скидку, да. А кому-то интересен просто сам массаж, и он пока еще действительно в силу определенных обстоятельств не готов, да, то есть, ну, там, потратить деньги на свое здоровье. Окей, мы никуда не торопимся. Я так людям и говорю, у нас абсолютно консультативные продажи, к вам... Не так, что давай решай, а то сейчас он потом уйдет, и мало ли он потом не вернется, я ему не продам. Нет, Сережа, отвечая на твой вопрос, люди, которые к нам приходят, кто вот озадачивается вопросами своего здоровья, это, как правило, люди в возрасте 55+. То есть, люди, которые либо предпенсионный возраст, либо на пенсии. Молодежи процентов 10, и, как правило, они либо в отпуске, ну, по какой-то причине они днем свободны, то есть, не на работе, потому что мы работаем с утра, и где-то часов до 5-6 вечера, в это время, ну, как бы, люди обычно на работе. Ну, когда у них выходной день, сменный график, допустим, да, отпуск появляется, у них находится время на себя, они тоже приходят. То есть, 90% это люди предпенсионного, пенсионного возраста, и 10% это, ну, в силу обстоятельств, которые сейчас свободны днем. У меня есть, ну, такая фраза любимая, в кошелек к вам никто не лезет, с ножом горла никто не пристает. Мы открыты для всех. Ну, то есть, если вы согласны, вот, посещать наши центры по определенному регламенту, да, то есть, приходить, ну, чтобы не было очереди, да, на прибор, по времени мы вас запишем, да, вы к своему времени придете, и у вас прибор вас будет ждать. Пожалуйста, походите день, два, три, десять, сколько вам надо, чтобы там дети одобрили. Берите их с собой, мы работаем по субботам до обеда, пожалуйста, когда у них выходной день, пусть посмотрят, куда мама, папа ходит. То есть, абсолютно открыто. И с учетом того, что центр, где мы находимся, работает уже два с половиной года, мы не спешим вообще никуда. Опора России, ты являешься членом совета этой организации, можешь вкратце доступно рассказать, чем она занимается, и почему для тебя это тоже отдельный вид деятельности, который важен. О, это общественная нагрузка. Я смотрю, правило, ты Инстаграм вообще читал. В наше время несложно познакомиться с человеком заочно, скажем так. Да, поэтому если ты меня спросишь визитки, я скажу, какие наши визитки, вот тебе ссылка на Инстаграм, давай там все написано, кто я, что я, как меня найти. Смотрите, есть такая штука. В каждом регионе России есть три организации, которые объединяют бизнес. Опора России – это мелкий бизнес и средний бизнес. Деловая России – это крупный бизнес. И торгово-промышленная палата – это газеты, заводы, пароходы и так далее. Это вот где-то там, высоко, далеко. Мы, как представители МСП, мало-среднего предпринимательства, объединены, ну, кто хочет, в такое сообщество предпринимателей под названием «Опора России». Больше 20 лет существует эта организация. Башкирское отделение – крутое. Ребята, у нас второе по численности среди 83 регионов место по итогам 2020 года. И очень хотим быть первыми в 2021 году, поэтому присоединяйтесь, вы нам нужны, без вас мы не справимся. А в обратку, что может дать вам сообщество предпринимателей, ну, как и сообщество, причем, равных предпринимателей. То есть, неважно, какой у тебя доход, то есть, у тебя тут сеть магазинов, может быть, у тебя автобизнес, или ты, может, просто там, ну, грубо говоря, занимаешься, кексы печешь по, этот, ну, один, самозанятый, да, это называется, в сфере красоты работаешь. Ты всегда найдешь здесь сообщество людей, которые на одной волне. Потому что зачастую есть вопросы, которые надо обсуждать, ну, с руководителями, с предпринимателем, именно практическими, да, то есть, как поступить в той или иной ситуации, к кому обратиться, что, как. То есть, любой вопрос, в принципе, сейчас там через рабочие чаты, опоровские, можно решить в течение, да даже не дня там, ну, в течение часа. То есть, это, во-первых, помощь с практическими советами от людей, которые делают бизнес в том же городе, что и ты, в то же время, что это. Не кто-то там в 90-е что-то там заимел, сколотил, а нет, вот такие же проблемы решаем каждый день. По персоналу, по продажам, по налогам, по юристам и так далее. То есть, это такая бесценная кладезь, как Википедия, короче, только предпринимательская, все рядом. Это обалденный инструмент для развития себя, как личности. Если вы хотите совершенствоваться, как эксперт, как спикер, как публичный человек, это огромная площадка для саморазвития. Если вы, ну, опять же, нетворкинг, да, полезное знакомство, те или иные партнерства в разных сферах, это тоже здесь есть. Плюс образовательный проект, да, то есть, для начинающих предпринимателей, для более опытных, то есть, всегда, если ты не хочешь стоять на месте, и вот, ну, знаешь еще, Сереж, ты же часто с предпринимателями общаешься. Кто-то вот тянется к сообществу, я вот хочу быть в команде, в стае, да, там, ну, вместе сообщать, решать вопросы проще, в том числе, по работе с государством, с проверяющими органами и так далее. Потому что опора своих в обиде тоже не дает. Если надо, письма сопроводительные пишем, приоритеты ставим и так далее. И в ходе, ну, чудесного, в кавычках, 20-го года, многие предложения федеральной опоры России были приняты на рассмотрение правительством Российской Федерации. И первый пакет мер, и второй пакет мер был с учетом этих пожеланий. То есть, нас, ну, не только говорят, да, вы есть, молодцы, нас слышит еще руководство нашей страны. Касаемо именно образовательного момента и встреч каких-то общих, то есть, вот, ну, понятно, что ты не придешь в отделение опоры России, не скажешь, «Здрасте, а где все? Где научиться премудростям?» То есть, как, анонсируются ли как-то там бизнесы, игры я видел у тебя в Инстаграме? О, вчера мы, да, денежный поток, я проводил на максимальное количество, кстати, для меня, 12 человек было, интересная экспириенция, интересный опыт получил. На самом деле, все просто. Вот, допустим, Сереж, ну, захотел ты бизнес, вот, что-то, захотел ты бизнес или есть у тебя бизнес, да, как к вам попасть, да? К нам можно попасть по рекомендации. Вот, ты, вроде, человек адекватный. Почему? Ну, в целом. Да, это законченный мысль. Ты, вроде, человек адекватный. Спасибо. Есть у тебя какой-то бизнес, я хочу учиться, я хочу там бизнес-визу в другие страны, я хочу вот все эти преференции, плюшки и так далее. Вот, как к вам попасть? Приходишь, записываешься, я тебе контакт дам к исполнительным директором башкирского отделения Укманова Тимура Уравычева, он, как раз, вот он сидит в офисе, как правило, у него там база, приезжаешь, собеседуешься, заполняешь анкету, вносишь организационный сбор, 5 тысяч рублей в год сейчас это стоит, да, и там в анкете как раз есть, как тест, так вот, отметьте, что вам интересно, то есть, какие тематические мероприятия, в какой чат вас добавить, ну, чтобы спама излишнего не было, да, потому что я-то нормально поток информации воспринимаю, для тебя это может отвлекать, да, чтобы отвращение к этому не пошло, то есть, ты сам выбираешь, насколько ты погружаешься сейчас. Тебе интересно образование, там, сфера развития, добро пожаловать ко мне, да, то есть, это такой бизнес-бустер для молодых и не очень предпринимателей, тебе надо, как бы, немножко мышления прикачать, там, курс мастер-майнд есть, да, то есть, это Тимур Урауси сам ведет, пожалуйста, туда, то есть, ты сам выбираешь, что тебе надо, тебя добавляют ко всем нашим информационным ресурсам, ну, по твоему выбору, ты там, никто не возбраняется, свободное общение в чате, ну, то есть, задать любой вопрос, да, то есть, так-то и так-то, помогите, пожалуйста, опять же, при добавлении тебя, руководство Башкирского отделения представляет, кто ты, что ты, чем можешь быть полезен и так далее, раз в два месяца проводится вечер, вечера, ну, бизнес-ужин, назовем так, полезных знакомств, бизнес-фэмили, это называется, бизнес-семья, там собирается порядка 100-120 человек, вот, ну, как бы, и ужин, и развлекательная часть, и возможность познакомиться, обменяться контактами, вот туда уже надо брать визитки, кстати, и так далее, и, пожалуйста, дружите вместе, потом проще общаться уже через онлайн-ресурсы, когда ты человек, вот, как мы с тобой другим, ну, да, ты наш познакомился, и у тебя есть уже, в принципе, какое-то понимание, там, как он воспринимает твой звонок или сообщение, и так далее, вот сразу только есть один момент, помнишь, мы начинали с этого, а что, так можно было, да, задавай вопрос, а есть еще какие-то варианты, вот, если ты тебе, ну, ты просто вступил, и там вот болтаешься просто так, то нафига ты вступил, ну, то есть не пользуешься всеми этим ресурсами, если ты думаешь, что тебе это вот так вот все просто дадут, не-не-не-не, это давайте, мы все-таки взрослые люди, работаем по твоему запросу, если тебе вот что-то надо, тебе дали инструмент, как лопата, да, хочешь копай, хочешь не копай. Если уж говорить, там, о мотивации, об образовании, базово, с чего многие люди не могут начать, когда, я не знаю, там, сидят на наемной работе, вот, я хотел бы что-то свое, мне страшно, у меня нет опыта, с чего мне начать, что бы ты посоветовал, потому что я думаю, это один из вопросов, который чаще всего тебе задают. Так как, наверное, эти вопросы уже задают люди более-менее взрослые, ну, как минимум мышлением, с каким-то обязательством. Да, им есть с чем сравнивать, это, скорее всего, вряд ли запрос 20-летнего человека. Во-первых, ну, то есть, перейдем, если к практике, как это делать. Нужно понять, в чем ты силен, что ты можешь дать миру, и за что тебе мир готов платить деньги. Я советую людям, простым способом, можете это сделать прямо сегодня, ребят, вам надо взять обратную связь у этого мира, у окружающих людей. При этом желательно, то есть, прям крайне желательно, чтобы эти люди были вам незнакомые, не родственники. Родственники, к сожалению, объективную обратную связь не дадут. То есть, ни жены, ни мужья, ни дети, ни родители, ни дяди, тети. Берешь телефон, у всех есть WhatsApp сейчас, да, и пишешь, как минимум, пяти людям, с которыми вас связывала судьба, ну, это может быть твой руководитель на работе, может быть, руководитель на прошлой работе, может быть, твои какие-то клиенты, с которыми у тебя отношения, вот, хорошо знают тебя, да, то есть, люди, которые знают твои деловые качества, с которыми ты сотрудничал. И пишешь им текст примерного содержания серии, там, «Здравствуйте, Николай Петрович, это Борис, я сейчас прохожу, интересное обучение, у нас домашнее задание». То есть, нужно человеку объяснить, кто-то, и нафига ты ему пишешь? Можете ли вы мне написать, именно написать, чтобы это у тебя сохранилось, можете ли вы мне написать мои сильные качества, вот в чем я хорош? И надо собрать такую связь, ну, лучше у пяти людей, а если можешь у десяти взять, это круто. А отрицательные не надо собирать? Не-не-не-не, вам любой тренер по борьбе скажет, что это, давай там, свой один прием выучи хорошего, в чем ты сильного, в чем будь, тогда ты будешь выдающийся спортсмен. Если ты будешь протягивать, в первую очередь, слабые качества, ты станешь середнячком, ну, в чемпиона не выбьешься. Поэтому важно собрать обратную связь у людей, с кем связывают деловые вас отношения, в плане твоих сильных качеств. Ты поймешь себя, то есть, тебя похвалят. И это будет действительно более-менее объективно, потому что люди не заинтересованы. Просто объясните, ну, вот мне для обучения надо домашнее задание выполнить. Я так делал, я делал табличку сводную, и вот то, они не знали, они знали только меня. Я принял это, ну, за истину. И уже исходя от этого, я начал там в бизнесе себя так или иначе вести в то или иное направление смотреть. Второй вопрос, который можно задать тем же самым людям, но, а можно и другой аудитория, которая знает тебя, родственникам в том числе, по какой, по какому вопросу ты ко мне бы обратился как к эксперту, ну, посоветоваться. Вот по какому совету ты бы, вот, вспомнил меня, или как ты меня воспринимаешь? Ну, вот, Борис лекарь, да, допустим, лечу людей. Там, из Сережи телевизор, то есть ты там людей выводишь на большие экраны, да, вот из этой серии, там, Алена фотограф, допустим, да, то есть как тебя люди уже воспринимают. А потом надо сесть и думать, что же ты можешь, вот, исходя из своей, ну, кто ты, вот, для людей уже, да, что ты им полезного можешь дать, вот, те же самые советы, да, за которые ты можешь деньги взять. И при этом момент следующий, если вы где-то работаете, работу не бросайте пока. Потому что, ну, вдруг вот эта теория не сработает, а ты вот уже без работы, а сейчас говорят, кризис, работу фиг найдешь, понимаешь? Поэтому, не меняя работу, надо понять, где ты можешь быть специалистом, взять обратную связь у людей, в чем ты хорош, и потом подумать, как на этом деньги зарабатывать, как монетизировать то, что ты умеешь. Ты пишешь книгу в формате отдельной инстаграм-страницы, реалити-квест, как написано в описании. Ты туда зашел. 36 вопросов. Это скорее страница с постами, или это реально выльется в книгу? И что это за книга? Мемуары, бизнес-тренерство, что это? Ух ты. Сейчас отвечу. Короче, это, во-первых, почему это инстаграм-книга? Нет, давай, почему это книга? Мне 36 лет, поэтому называется 36 вопросов. Это те вещи, зная ответы на которые, ты станешь. Ну, это такая трансформационная книга. До 37 еще и закончить надо успеть. Да, все правильно, потому что у меня в октябре день рождения до этого должна быть печатная версия, то есть, чтобы я тебе ее подарил и подарил ее всем соавторам, потому что книга инстаграм, она живая, реалити-квесты, там люди не просто, вот есть читатели, просто, ну, ты зашел, почитал, да? Есть подписчики, которые там лайкают, а есть соавторы, которые пишут не просто комментарии, а какие-то накидывают вопросы свои, то есть на основании вот их мы раскрываем другие темы. Это действительно был реалити-квест, который начался в январе и вот богополучно к лету закончился. Будет печатная версия книги, это своего рода записка 36-летнего мужика, который, ну, и отец, и общественник, и предприниматель, и огромную жизнь проработал по найму и в продажах, имеет несколько образований и хочет чем-то поделиться этим миром. Почему пишу? Потому что не могу не писать. Вот, ну, вот есть вещи, которые в голову пришли, и ты просто обязан их людям передать. Печатная версия книги будет сейчас оформляется. Уже вторая глава получается, а вот эти посты 36, там же еще и темы, и прямые эфиры, они, знаешь, что сделали? Это как, грубо говоря, шпаргалка, куда я заглядываю, чтобы понять, а что там было в первой главе, о чем мы говорили, потому что прошло это полгода, и мы сейчас раскрываем эту тему, и я комментарии пишу, читаю тех, кто писал, соавторов наших, и я знаю, что вот эти вот печатные версии, как я обещал, она всем соавторам будет вручена там с автографом, и на, если кто, с Уфы или ближнолежащих городов, потому что там люди-то с разных стран, комментируют, но все русскоязычные, просто их жизнь разбросала, ну, вам по почте, видимо, отправим. Так что ждите книгу. Дал ли бы ты себе вот тому парню до 30, который, возможно, в чем-то сомневался, и потом в итоге выбрал другой для себя путь, ушел с работы, какой-то совет, возможно, который тебе помог бы, я не знаю, раньше в чем-то разобраться, или сделать что-то по-другому, или все было правильно, и советы нужны только в реальном времени. Изучи финансовую грамотность, там, в 20 лет, или в школе еще, то есть, и начинай не просаживать деньги все, да, которые ты заработал, а действительно, ну, то есть, по кувшинам разделять, какую-то часть откладывать в подушку безопасности, потом эти деньги инвестировать, и так далее, тогда ты к 36 годам станешь намного богаче, чем я сейчас. А вот это вот основной совет, финансовая грамотность, нас, к сожалению, не учат, нас не учат, как заботиться о своем здоровье, и не учат финансовой грамотности, но сейчас, по-моему, ситуация немножко исправляется, но все равно, это основной совет про деньги, да, что еще, научись заканчивать дела, вот про это, как раз вчера была написана глава книги, как заканчивать любое дело, есть конкретный алгоритм, оказывается, любое, ну, то есть, вот эти хвосты, которые у нас висят, и которые мы никак закончить не можем, и мы их потом, как белка в колесе, в итоге крутимся, за это хватаем, за это хватаем, за это хватаем, а времени на все не хватает, вот, значит, с деньгами разберись, с финансовой грамотностью, дела научись заканчивать, а дела это же не только, вот, ну, какие-то там партнерские отношения, это и отношения, в том числе, между людьми, обязательства перед родителями, учеба, еще что-то, работа, то есть, это вот с разных сфер, и давай уж для кучи, третий, наверное, совет, да, больше здорового, здорового образа жизни в жизни, потому что вот запас здоровья, он как-то ближе к 40 начинает заканчиваться, болеть люди начинают, тебе же 30, да, вот ты это, не бухай, много, хорошо, не бухай, не кури, вот, поэтому все-таки здоровье, это одна из, наверное, самых важных вещей вообще в жизни, любовь и здоровье, вот, такие три совета, значит, с деньгами разобраться, в плане здоровья поберечься, да, все-таки все мы это будем взрослеть, ребята, и что еще? И дела до конца, да, и дела до конца, конечно, и тогда вообще цены вам не будет в ваши 30, там, 36-37 лет, точно. У тебя не было никогда желания попробовать куда-нибудь уехать, и там, что-то сделать? Или тебе комфортно здесь? Жить и работать мне нравится здесь. Вот отдыхать в Башкирии и в других местах, а жить и работать в Уфе, вот, ну, нравится мне в Уфе, честно. Если сын у меня подрастет, закончит местный вуз и останется в Уфе, ну, окей, как бы, куда-то его насильно выпихивать, ну, пусть сам решает, да, то есть, я за то, чтобы вот на местах оставались. Какие для тебя плюсы и минусы занятия бизнесом в России? Плюсы. Если ты с головой и правильно подходишь к делу, то, в принципе, конкуренция минимальна. Ну, то есть, в плане развития дела, да, но есть нюанс, который связан вообще, наверное, с экономикой нашей страны, и почему в Россию, скорее всего, по этой причине, в том числе, не идут крупные инвестора, непредсказуемо, что будет завтра. Ну, в смысле, законодательство может по нему меняться, налог какой-то за, там, новый введут, да, то есть, переиграют правила игры. Вот это мне не нравится. То есть, такое, житие в неопределенности. Но это есть, как бы в любой ситуации вежеположительная страна. У меня есть друзья, которые уехали в Штаты и делают бизнес там, они говорят, Боря, то, что мы делали в России, это вот как в видеоигре режим hard, а тут все по-изи, короче, играют там, лайтово очень. Это не значит, что мне хочется туда поехать? Я бы туда съездил, посмотрел бы, да, попутешествовал в Штаты, но мне вот их мнение как предприниматель практиков интересно. То есть, там все предсказуемо. Вот у тебя договор аренды длительный, вот у тебя преференции по налогам, вот у тебя там ничего не поменяется, живи, работай. С одной стороны, классно, с другой стороны, ну что-то неинтересно. Я привык просто, видимо, ну и предприниматели, которые меня смотрят, особенно кто там пережил, наверное, три года, да, своего бизнеса, житие в этом, жизнь в режиме неопределенности. Кто или что тебя вдохновляет? Хороший вопрос, слушай. Честно, вот прям какого-то кумира-кумира нет. Я смотрю YouTube-канал Евгения Черника, это у нас такой сейчас медийный миллиардер, бренд этот, Немиров, да, у него. Мне нравится его позиция по воспитанию детей, мне нравится его позиция по воспитанию себя в бизнесе. Не сказать, что я на него там молюсь, ну, смотрю, да, канал интересный. Я смотрел интервью Тинькова, тоже нравится его позиция, и, ну, не зря его банк один из крупнейших, да, сейчас. И, по крайней мере, самый удобный, это точно. Что еще? Ну, это люди, к кому я прислушиваюсь. Поэтому здесь я, наверное, что-нибудь необычное отвечу, ну, вот, самомотивированный я, понимаешь, вот, как бы, энергия порождает энергию. Как ты начинаешь что-то делать, и вот ты уже, это, вдохновленный у тебя получается, ну, и вот давай фигачь дальше, пользуй эту энергию во благо, не растрачивай ее просто так. Помимо живой воды с водородом, что для тебя залог хорошего продуктивного дня? О, слушай, выспаться. так как, смотри, там бизнес, дом здоровья, образовательные проекты для предпринимателей, да, книга, воспитание сына, то есть стараясь этому внимание очень большое уделять, жена, опять же, есть, которая требует внимания, я живу в своем доме, у меня там огород, 15 соток, извини, мне сейчас огурцов некуда делать, да, так же приезжайте, забирайте. Подготовка к уфимскому марафону, ну, как бы это вот, а 24 в сутках часа, как и у вас, да, пришло привок к тому, что мне надо ложиться не позже 11. То есть я могу вставать там полшестого без проблем, как сегодня, но при условии, если ты лег, ну, полодинадцатого, ой, одиннадцать, там, полдвенадцатого максимума, то есть хороший сон. И последний вопрос, что тебя делает счастливым? Ух ты, я знаю, как определить сейчас или нет, есть простой показатель, когда я пою, а еще лучше танцую, ну, когда никто не видит, я стесняюсь, вот, и это первое показатель, то есть если я в голос пою, ну, в машине обычно это происходит, или в машине танцую, или там на кухне танцую, когда завтра готовлю, о, клево, это как бы первая часть. Вторая часть, когда мне хочется с утра вставать и вот делать то, что я запланировал с вечера. То есть ты такой встаешь, быстро, и такой, все, погнали, короче, вот, если эти качества есть, значит, ну, ты на своем пути, ты счастлив, ты там, ну, все, все нормально. Борис, спасибо за разговор и за знакомство. Взаимно, Сережа.